Пора поговорить о базисе и доказать, что размерность пространства однозначно определена. Ну, сначала определим. Векторное пространство называют конечномерным. Если в нем есть такое конечное множество векторов, то, что любой другой вектор может быть через эти векторы вырежен. Есть удобное значение угловые скобки. Когда пишут угловую скобку, там пишут что-нибудь в данном случае, например, вектор. Тогда вот это алгоритм понимает так. Все, что можно, имеющиеся у нас правилом, получить из этих векторов. В данном случае, когда у нас есть теоретическое пространство, это множество всех элементов вида А1В и так далее, плюс А1В, где это поискодные числа, поискодные элементы в основном. Вот это называется линейная оболочка вектор А1В. Так вот, векторное пространство конечномерное, если оно является линейной оболочкой некоторого конечного множества своих элементов. Но могло быть, что там есть лишнее. Вот, например, когда у нас есть число А1 и корень из двух, можно взять и написать, например, еще 1, плюс 2, плюс 2, плюс 2. И через эти три числа, разумеется, любое число вида, плюс 2, плюс 2, может быть выражено. Но на самом деле, любое из них можно выбросить. Потому что если у вас есть и 1, и корень из двух, то вот это вот и сумма. Если у вас есть 1, и 1, плюс корень из двух, то, вычитая единицу из 1, плюс корень из двух, получается вот это. То есть иногда внутри вот этой вот системы могут оказаться векторами, которые выражаются через другие. Соответственно, вы можете заниматься такой вот зачисткой. Вы можете пройти по векторам, и как только какой-то из них выражается через остальные, его выразить. Рано или поздно, вы получите наименьшую систему, через которую все выражается. Вот это и называется базис. Базис – это наименьшая система векторов, через которую выражаются все остальные вектор. Разумеется, тут всегда есть неприятные случаи, когда пространство состоит только из одного нуля. Тогда забавная вещь. С одной стороны, конечно, этот нулевой вектор разумно считать базисом, но, с другой стороны, его неразумно считать базисом. Потому что в норме, когда вы берете вектор умножается на разные числа, вы получаете разные векторы. И, соответственно, мы принято считать размерность пространства, состоящего из одного только нуля, нулю. Вот символы, первый выпуск, который меняется, что размерность. Размерность пространства, состоящего только из одного нуля вектора, не единица. А это, на самом деле, норм. Размерность пространства – это норм. Так вот. А если есть хотя бы один неразумный вектор, то тогда все будет совсем понятно. То есть берем другую систему, через которую все выражается, идем, как только видят, как вектор, который или менее выражался, через другие, его выбрасываем, идем, идем, идем. И получается, в конце концов, линейно-независимая система, через которую все выражается. Как звучит главная теорема в этой науке? Все базисы состоят из одного и того же количества векторов. То есть, если вы берете какой-то один базис и берете систему векторов, в которой больше элементов, чем вы прибавите, то она обязательно будет применена в зависимости. Поскольку эта теорема действительно очень важна, то давайте я им это размешу. Если векторное пространство В каким-то образом бронжено векторами В1 и так далее, В, Н, и при этом есть вектор О1, О2 и так далее, Н плюс В, в том же самом В, то вот эта вот система обязательно линейно оценивает. Ну, не обязательно у Н плюс 1, это может быть написано любое число больше Н. Конечно, конечно. Пусть и пусты лично написано. Почему мы таким образом, если докажем эту теорему, получаем, что количество элементов в базисе однозначно определено? А потому что если мы возьмем в качестве В1 и так далее, ВН один базис, а в качестве В1 и так далее, у какой-то там Н плюс Н на другой, и вдруг случилось, что вот это Н плюс Н больше, то по нашей вот этой теории, это не бывает. Потому что уже система В1 и так далее, ВН плюс 1 будет линейно зависимой. А в базисе не может быть, чтобы система была зависимой. Доказывать это можно по-разному. Один из стандартных способов, как это пишут в учебниках по линейно-алгике, сведение вот этой задачи к вопросу о системе линейных равнений. Другой способ, за который, на самом деле, мне немножко больше нравится, состоит в том, чтобы просто понять, что это очевидное утверждение, что вообще никаких проблем нет. Давайте я сначала объясню, почему это очевидно, а потом расскажу то, как это в большинстве учебников написано. Нет, тут оказалось, что тоже правильно, я должен начать, там все хорошо, но полезно бы понимать связь между вот этими векторами и системами управлений. Как будем работать? Давайте прямо доказывать. Есть вектор V1 и так далее, V1, U1 и так далее, U1 и так далее, U1 и так далее, U1 и так далее. Прекрасно. Вы понимаете, что из-за того, что у нас V1, V1 и так далее, V1 это базис, и вектор U1 как-то через этот базис выражается. Правильно? Ну, в любое это пространство каким-либо образом через базис выражается. Значит, есть такая формула. U1 это сколько-то V1, сколько-то V2 и так далее. И шевер. U1 это с каким-то коэффициентом V1, с каким-то коэффициентом V2 и так далее, и так далее, с каким-то коэффициентом V1. Если этот вектор 0, то эта система уже независимая, потому что единица, нужно 0, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, это полный 0, значит, хотя бы одно из числа альфа, и так далее, альфа, это не 0. Прекрасно. Пусть, например, альфа, это не 0. тогда мы переносим альфа-катая, альфа-катая на левая, а U1 переносим на правую, и делим на альфа-катая. И получается, что V-катая содержится в такой штуке. Значит, берем все вычки, кроме него, и еще добавляем в один. V-катая содержится в такой вот пространстве. Что же это значит? Это значит, что я могу вот здесь вектор V-ки заменить на вектор в один. И задача ничего не изменится. Это по-прежнему будет пасаться. Прекрасно. Прекрасно. Значит, теперь у нас уже эти две системы на первом своем элементе совпадают. С количеством ничего не произошло. По-прежнему в одной из них N, а в другой L-1. В базис из N остался базисом, все хорошо. Но первые элементы уже совпадают. Хорошо. Дальше, надеюсь, вы уже догадались. Берем элемент два и говорим, что он как-то чьей власть должен выражаться. Какие есть варианты? В его выражении либо перед одним из векторов V-2 и так далее В-н есть ненужный элемент. И тогда мы так же делаем, так же переносим и уже будет не U-1, а U-1 и U-2 будут стоять на месте векторов V-1 и V-2. Или же перед всем векторами V-2 и когда-либо 1 есть цепь будет 0-1. Но это будет означать, что U-2 выражается честь U-1. Ну, слушайте, а так и вообще взобрать, это после времени зависит. И давайте еще строго объясню, что будет происходить у нас на очередном шаге доказательство. На очередном шаге будет вот такая вещь. Будет базис вместо V-1 В-н у нас будет базис такой U-1 и так далее U-K-T В-н 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 А эта система остается для изменения. Именно это самое очередное шаге рассматриваем U-K-1 прекрасно. Это U-K-1 Либо выражается только через ушки и тогда все мы получили оригинальные зависимости на векте U-1 и так далее U-K-1 или там есть один из векторов V с ненужным коэффициентом. Но тогда мы этот вектор заменяем на U-K-1 переставляем и переставляем я здесь неправильно писал потому что мы эти векторы могли рисовать по ходу дела и не нет и все и вот так и делается что произойдет в конце в конце у нас либо все эти векторы заменятся на U-K-1 и еще рассматривать U-K-1 он будет врежем как-то и мне в общем нравится такой способ доказательства потому что если вдуматься то он естественный он естественный по очереди заменяем и все получается но я повторяю что в одном практически книг это рассказывают вот приучая народ к системам линейных уравнений говорят что такое линейная зависимость на вот эти вот векторы ну это какая-то штука x1 умножить на у 1 плюс x2 2 плюс и так далее плюс xn умножить на у n плюс xn плюс 1 плюс 1 x это числа хотя бы одно из которых не равняется плюс замечательно мы хотим найти n плюс 1 число и вообще-то у нас все эти узорные ушки разлагаются причем однозначно потому что это базис по векторам v значит можно написать что такое такое когда вы умножите каждую строчку на соответствующую x и сложите то вы получите систему уравнений смотрите сколько у нее неизвестных x1 x2 xn x1 x1 n x1 n x2 n н x2 x2 engineering x x x2 x x x Должны получиться все нули, причем этих самых нулей должны получиться ровно n штук. Здесь маркется такого размера в высоту n, то есть n строчек, а столбцов у нее n плюс 1. И вот смотрите, коэффициент приводит это а первое и первое нужно написать так пишу. а первое и первое. Ну, маркется в двух скобках. Дальше здесь вот. а первое и второе. Ну и так далее. а первое это плюс первое. Следующая строчка а два один, а два два, а два и плюс один. И последняя строчка а n один, а n два, а n плюс один. Это абсолютно любые числа. И нужно доказать, что существует нитривиальное решение, состоящее не только из этих нитривилей. Система, в которой n уравнений и n плюс 1 неизвестно. Заметьте, пожалуйста, если здесь лучше какие-нибудь числа, то вообще-то не ноли. То вообще-то иногда будет решение когда-то нет. А вот если все ноли, так называемая однородная система, то тогда обязательно найдется нитривиальное решение. Доказать это очень легко. Собственно, я по этой причине не стирал вот эту вот матрицу. Мы знаем, что любая матрица может быть приведена в ступеничную мину. Так давайте это сделаем вот с этой самой системы. Приведем в ступеничную мину. Сколько можно быть главных неизвестных? Не больше, чем количество уравнений. Конечно. Не больше, чем количество строчек, потому что их может быть меньше, но больше, чем количество строк, главных неизвестных не бывает. Значит, я не буду заходить в одно свободное неизвестное. Свободное неизвестное, вы помните, можно придавать любые значения. И будет это решение. Почему не будет противоречия, чего здесь не возникнет нерывные числа? Ну, извините, они здесь с самого начала все нули. Ноль на что их умножают, как раз другом не складывают, и все равно не в норме. Поэтому противоречие конечно не возникнет, свободное неизвестное хотя бы одно будет, и значит, это реальное решение есть. Ну, в общем, скажем так. Двумя способами мы доказали однозначность разверненности у векторного пространства.